Чувашия получит 46,5 миллионов рублей для финансирования региональной программы в сфере дорожного хозяйства. Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением распределил трансферты между субъектами федерации. Основным критерием выделения средств стал удельный вес транспортных средств, которые зарегистрированы в системе взимания платы за пользование транспортной инфраструктуры. Денежные вопросы решали сегодня и на заседании Кабинета министров. Пособия на детей в 2017-м вырастут в отличие от зарплат госслужащих. Повышение небольшое, но в условиях нынешней экономической ситуации это позитивное изменение. Так описал министр труда и социальной защиты увеличение размеров ежемесячных пособий на ребенка. В размере ежемесячных пособий государственных пособий на детей у нас 4 категории граждан, 54 вида пособия увеличивается в целом от 1 рубля до 324 рублей. Ненамного, но тоже увеличится выплата труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам. А вот госслужащим в 2017-м году, как впрочем и в 2014-м, 2015-м и 2016-м, индексировать оклады не будут. Соответствующий законопроект представил руководитель администрации главы Чуваши Юрий Васильев. Кому-то не увеличат зарплату, а кому-то из-за кризиса и вовсе придется вернуть то, что получили раньше. Речь про представителей малого и среднего бизнеса, которые получили помощь, но не выполнили обязательства по ней. Прямых обращений к нам предпринимателей нет, но я знаю, что проблемы существуют. В связи с тем, что в договорах четко указаны параметры, к сожалению, здесь позиция такая, в первую очередь прокуратура. Если предприниматель не выполняет ряд своих показателей, то необходимо всю сумму вернуть. Я считаю, что это немножко завышенное требование, потому что многие предприниматели, допустим, получают 3 миллиона, 2 миллиона. Купили оборудование, да, сейчас я фактически вижу, что им придется идти на банкротство для того, чтобы во многих случаях, да, для того, чтобы вернуть эти суммы. Вы сейчас системно подойдите в каком-то виде, это более взвешено, чтобы не было это вот как вот с плеча убить, да, в дальнейшем. Чтобы была возможность в комиссию обратиться, там, по пересмотру параметров, еще какие-то вещи. Повестка этого заседания оказалась невиданной по объему. Правительство рассмотрело 43 вопроса. Среди них комплекс мер по реализации послания Владимира Путина и проведение Дня Республики. В 2017 году он пройдет в Парецком районе. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.